Добрый день, дорогие коллеги! Начинаем наш симпозиум. Мы рады приветствовать вас. Очень отрадно, что зал полный, то есть проблема вызывает интерес. И действительно, остеоартроз – это болезнь, которая касается абсолютно врачей всех специальностей. Недавно мы проводили опрос в Институте ревматологии, и оказалось, что около 30% всех случаев обращений и к неврологу, и к хирургу-ортопеду, и к терапевту, и к ревматологу составляют больные остеоартрозом. Другая проблема, что остеоартроз не бывает почти никогда одним заболеванием. И часто у больного наблюдается 6-8 других нозологий. В связи с этим меняются наши представления и об этом заболевании, и о ведении больных с такой коморбидностью. И я думаю, что сегодняшний симпозиум как раз будет посвящен этой проблеме. Составлен он очень интересно. Мы разберем клинический случай с помощью профессора Аркадия Львовича Верткина. Мы узнаем, как обследовать сустав. Мы познакомимся с новым в диагностике в патогенезе и лечении остеоартрозы. И мы обратим внимание на больного остеоартроза в соматическом стационаре. Как лечить в этих случаях больного с коморбидностью. Итак, мы начинаем наш симпозиум и представляю слово Аркадию Львовичу. Пожалуйста, Аркадий Львович. Доброе утро, дорогие коллеги. Я думаю, что один из самых главных, то, что мы сегодня здесь собрались, это то, что один из ведущих ревматологов нашей страны, абсолютно европейский лидер в этой области, профессор Алексеева, да, на протяжении уже многих лет лицом обратилась к терапевту. Потому что мы делаем одно необщее дело. Как мы его будем делать дальше в свете сегодняшней модернизации, во всяком случае, московского здравоохранения, пока не ясно, где будут ревматологи находиться. Но терапевты будут на своем месте, это точно. Ну и поэтому, приветствуя профессора Алексееву, мы начнем наш сегодняшний разговор с маленькой цитаты. Эта цитата связана с нашим министром здравоохранения нашей страны, которая сказала, оказывается, все-таки мы на правильном с вами пути. Главный человек в медицине – это 100% врач первичного звена, как бы его ни называли. Ну, сегодня это будет терапевт или врач общей врачебной практики. Это самая главная фигура. Это отрадно, что мы с вами на передовой. Но вторая цитата принадлежит человеку, который вот сегодня стал настолько публичен, потому что все обсуждают его действия, которые, если разобраться, ну, практически почти к 100% правильные. Но это не тема сегодняшней дискуссии. Смотрите, что сказал Леонид Михайлович Печатика, вице-мер Москвы и куратор здравоохранения в Москве. Поверьте, что 70% проблем терапевтического характера терапевт может решить сам, без всяких узких специалистов. Если он это делает и в состоянии, то таким врачам вообще нечего делать в своей профессии. Ну, вторую часть предложения мы оставим в покое, но терапевт должен все уметь сделать сам. Уметь должен сделать сам, но это не потому что... Можно там дверь закрыть, потому что одновременно еще девять человек выступает. Да? Он это должен делать не только потому, что он терапевт и должен все знать, а еще, оказывается, его обязали сегодняшнее наше с вами здравоохранение, которое утвердило порядок оказания медицинской помощи взрослому населению, где черным по белому написано, что оказывается первичная врачебно-медицинская помощь, оказывается врачом-терапевтом участковым, врачем общей практики, то, чего является сегодня главной фигурой в здравоохранении. Он должен смотреть больных и в частности больных с остеоартрозом, где за некоторым, за некоторой редакцией, которая здесь написана. И так мы все с вами в одной упряжке и должны понимать. Где же находится этот врач общей практики, гей-терапевт? Он находится в поликлинике. Он находится в поликлинике, так сложилась эта жизнь. Что такое наша сегодняшняя поликлиника? Она вся в парадоксах. Вот смотрите, слово клиника означает стационарное лечебное учреждение, в котором ведется научная и учебная работа. Следовательно, в поликлинике это должно быть во сто крат больше. Следующий парадокс. Следующий парадокс заключается в том, что при сокращении стационаров, что сегодня имеет место, вопрос, где же когда будет вестись научная и учебная работа? В поликлинике их ее нет, стационары, где это должно вестись, сокращаются. Значит, где же все будет? Парадокс третий. В клинике круглосуточная работа врачей контролируется администрацией и руководителем клиники, а в поликлинике... Ну и, наконец, последнее. Деятельность участковых терапевтов отличается высокой степенью автономности. Вот вам, пожалуйста, жизнь сама все расставила на свои места. Да, поликлиника теперь должна работать, работая должна быть контролируема, специальные люди там должны быть, которые... Короче, многое-многое-многое. Два дня завтра-послезавтра на эту тему мы будем говорить. Ну а пока давайте мы вернемся на нашу землю, которую мы сегодня обсуждаем. Итак, пришла женщина 63-х лет, ну, понятно, в поликлинику, и давайте полистаем ее амбулаторную карту. Итак, первое. Она обратилась с жалобой на то, что у нее болит коленка. Болит коленка. Ее доктор рассматривает, соответствующе делает рекомендации, но обращает внимание, что у нее есть еще и артериальная гипертония, так как на артериальную гипертонию зациклено все здравоохранение России. Да, можно прийти в поликлинику с любой жалобой. Первое. Будут измерять артериальное давление. Это идет доминанта. И поэтому на первом месте стоит артериальная гипертония. Назначена гипотензивная терапия, такая какая назначена. Ну и, чтобы не болело, доктор назначает диклофенак. Ну, если говорить о распространенности болей в суставах, то все очень достаточно просто. Указка у нас есть, да, можно? То все достаточно просто. Посмотрите, это данные европейские, что в популяции, оказывается, болит у большого количества людей достаточно долго. 16-20%. А вот это исследование, которое мы сделали одно время тому назад, оно касательно 13 тысяч пациентов, которые находятся на разных этапах помощи наших органов здравоохранения. Посмотрите, до 35, намного больше, чем за рубежом. И тоже болит, и достаточно долго, и тягостно. Ну, и среди амбулаторных больных эта часть, да, самая большая. 85% амбулаторных пациентов обращаются в поликлинику по разным поводам и без поводов, но если у них узнать, то у них все болит. Все болит. И болит почти всю свою сознательную жизнь. После первых рекомендаций гипотензивной терапии и обезболивания через полгода эта женщина приходит второй раз. Ну, видно, на каком-то этапе деколфенак ей помог, стало легче. Наступает второй день, второй прием через полгода, что уже делает доктор. Первое. Он продолжает констатировать, что у нее все болит. Он продолжает говорить об артериальной гипертонии, но уже понимает, что дошло дело до того, что нужно эту сосудистую патологию каким-то образом уже и обследовать. Ну, и назначает все, что положено, холестерин, липидномены и так далее, так далее. Ну, а так как все болит, то ему приходится поменять истероидный противовоспалительный препарат с одного на другое. Был назначен мавалис. И продолжается гипотензивная терапия. А в это время, спустя полгода, появляется то, что сегодня обсуждается по всему миру. Оказывается, объем нашего с вами серого вещества, когда долго болит, он значительно уменьшается, и этот объем, и этот объем, который определяет всю нашу ментальность, все наше поведение, намного становится жить тяжелее. Посмотрите, так как большая имеется прямая корреляция между объемом серого вещества, особенно это касательно пожилых людей, и показатели всего того, чем мы так богаты. Поэтому наши люди, у которых все болит, посмотрите, что у них происходит. У них происходит нарушение зрения, слуха, памяти, эмоций, речи через уменьшение объема серого вещества, которое таким образом отреагировало на длительно существующую боль. Непростой вопрос. У всех все болит, серое вещество уменьшается, а мы потом думаем, а почему такие наши люди больные, и так долго в кабинете у врача они нам пытаются рассказать. Так у них объем серого вещества страдает. Боль изменяет всю реальность больного. Всю его жизнь, все, чем он богат или не богат в данный момент. Потому что боль – это область фронтальной коры головного мозга, где и все и происходит, и вся ответственность за социально-бытовую реальность там. А как только приближается боль, она все это заменяет, и поэтому наши люди начинают страдать, и появляются всевозможные движения в плане обезболивания. Эти – это европейские рекомендации. Они в какой-то мере выполняются в нашей стране в какой-то мере, но исключение составляет последнее, а она именно та категория больных, у которых имеется тяжелые болевые ощущения, и в нашей обычной повседневной поликлинической жизни доступ к трансдермальным формам центральных аналогетиков недоступен в связи с тем, что это возможно выписывать только онкологическим больным. А до этого, до этого все идет, ну так, как оно идет в обычной жизни. За рубежом лечение болевого синдрома начинает с парцетамола, почти там 8 таблеток, в сутки местные анестетики, потом присоединяются и адювантные средства, реабилитация, системные нестероидные, если есть, дополняются психотропевтические, психотропные препараты, а вот дело до наркотических аналогетиков у тяжелых больных в нашей стране, к сожалению, отсутствует. В отличие от Европы, где практически половина больных, практически половина больных используют наркотические трансдермальные препараты. И дальше все очень тоже просто. Несмотря на то, что мы лечим, несмотря на то, что меняются лекарства, комбинируются лекарства, половина больных не изменяет своей ментальности, не изменяет своей жизненной позиции, потому что у них продолжается боль. Надо сказать, что смена караула, смена терапии на тот или иной нестероидный противовоспалительный препарат это не является абсолютно альтернативой здоровью, потому что чем больше препаратов, тем меньше эффективность. Поэтому все, что вот в этой нашей жизни происходит, все происходит так, что мы слишком в итоге имеем мало больных. Посмотрите, поменяли терапию, ну а одному из них только помогло. А если мы начинаем понимать, что боль – это не просто что-то, что боль – это абсолютно сопряжено со многими-многими составляющими, и если мы начнем лечить этих составляющих, то количество результатов позитивных будет лучше. Наша больная приходит еще через неделю третий раз. Наконец, ей добавляет амитрептилин, ну хоть какая-то терапия направленная, вот такая, будем говорить, адъювантная, чтобы чуть-чуть скрасить все эти ощущения. Добавляется противовоспалительная терапия, ну и добавляется вот этот рыбий бульон для внутрисуставного применения. Ну и появляется совершенно новый уже диагноз, потому что доктор, к которому она пришла, уже невролог, и он изменяет свое заключение, потому что у терапевта была сосудистая проблема, а потом у остеохондроз, а невролог все это дело поменял. Поменял и появился остеохондроз позвоночника, в результате которого было назначено рентген спины, так часто пишут такое исследование. Ну, выполнена дирентген спины, а выполнено МРТ пояснище-кельцовое отдела позвоночника, и вроде никаких особенностей у этой женщины и не произошло. С коррекцией терапии она еще три месяца каким-то образом жила, и через три месяца это уже четвертое обращение. Она опять приходит к терапевту, терапевт опять меняет все от головы на ноги, да, опять появляется первая сосудистая болезнь, вторая болезнь костно-суставная, с остеохондрозом, с остеоартрозом, и добавляется следующее. Начинается уже комбинированная терапия гипотензивная другими препаратами. Впервые назначаются сортаны, да, назначается аспирин, опять вернулись к мавалису, да, амитрептилин продолжается, словом, жизнь идет. А в это время, а в это время, я бы сказал, ключевой вопрос, а в это время, в это время продолжается объем серого вещества уменьшаться, но самое-то печальное, та гипертония, которая у нее есть, у этой женщины, и которая вынуждает врача постоянно менять терапию, оказывается, это все даром не происходит. У больных с остеоартрозом, и с болевым псевдромом вынуждены врачи меняют лекарственную терапию, потому что с гипертонией бороться сложно. С гипертонией бороться сложно. Пожалуй, только и бобруфен может каким-то образом в данной ситуации снивелировать обстановку. А все большее количество лекарств и смена коррекции отражается только одно – на трудности в лечении гипертонии. Итак, у человека болит, серое вещество уменьшается, гипертония не дает, не снижается. Что происходит дальше? Происходит дальше, что раз эта гипертония распустила крылья свои, то начинается следующий эндотелиальный процесс, возникает то, что идет к развитию эндотелиальной дисфункции и появляется нарушение липидного обмена, которые вот в нашем случае у нашей женщины и имеют место быть. То есть присоединяется уже тот атеросклероз, который так часто сопутствует артериальной гипертонии. В итоге мы получаем человека, который уже не болеет остеоартрозом с какой-то банальной гипертонией. Мы получаем пациента с комплексом заболеваний, где, безусловно, кардиоваскулярная часть превалирует, но развиваются и метаболические процессы, и развивается сахарный диабет, появляется сердечная недостаточность, появляется инвалидизация уже не только в связи с артерозом, но и в связи с огромной соматической патологией, которая сегодня правильно называется коморбидная патология. Это термин больше, чем полвека тому назад предложил Фейнштейн, эпидемиолог очень известный, что когда у человека по зависящим или независящим причинам случайно или закономерно, а в нашем случае закономерно, появляется не одно заболевание, а два, три, четыре, пять, в итоге от болевого синдрома через уменьшение объема серого вещества, через стабилизацию артериальной гипертонии, через развитие атеросклероза мы получаем коморбидного пациента. И для этого, боже мой, тут прошло-то совсем немножко времени, и уже эти пациенты стали коморбидными. И вот это сегодня вошло, вошло во все приоритетные исследования, ну и некие законодательные акты, которые европейские коллеги и, проанализировав, предложили новую классификацию остеоартроза, которая датирована уже 2014 годом, в котором выделяют либо только остеоартроз коленного сустава, либо мультиартрит, но самое главное, выделен остеоартроз с и без коморбидностью. С и без коморбидностью. И вот в этом и заключается сама суть процесса, что раз ты коморбидный, то вероятность подходов к терапии, наверное, другая. Более того, в этой коморбидности выделили и риски, и отнесли к этим рискам средним сахарный диабет, пожилой возраст, гипертензия, все, что практически есть у каждого пациента, который приходит на прием к терапевту. Заболевание желудочно-кишечного тракта, ожирение, депрессия и мобилизация в той или иной степени, но уж высокий риск, когда все это сопровождается тяжелыми осложнениями, в том числе и навязанными лекарственными препаратами, в частности, мифтероидная гастропатия за желудочно-кишечными кровотечениями с перенесенными инфарктами, с хронической болезнью почек и так далее, что резко сокращает выбор тех препаратов, которые мы хорошо с вами знаем. Вот какая вообще нить, стройная нить сегодняшнего позиции в отношении больных с остеоартрозом. Это вышло далеко за проблему какого-то одного болевого ощущения. В связи с новой классификацией, в связи с новой классификацией те же самые европейские наши коллеги предложили абсолютную, как бы понятную стратегию лечения в зависимости от артроза, гона или мульти с и без коморбидностью. Не все в этой разблюдовке нам представляется правильным, потому что одно из самых наиболее частых, с кем встречаются наши доктора, это мультиартрит с коморбидностью. Здесь предложены селективные нестероидные противовоспалительные препараты. Ну, вы наверняка знаете, что с селективностью нестероидных противовоспалительных препаратов, и в частности с коксибами, связана целая-целая история различных кардиоскулярных рисков, что наглядно иллюстрирует вот этот график, различные коксибы и их кардиобезопасность. Тогда что же делать? Тогда что же делать? В любом случае, каким-то образом надо ликвидировать болевой синдром. И что бы мы ни делали, как бы мы ни прислушивались к мнению Европы, без нестероидных противовоспалительных препаратов в нашей абсолютно реальной жизни невозможно. У людей болит, если вы не назначите, он сам назначит, причем совершенно невероятные комбинации. Поэтому без нестероидных обойтись нельзя, вопрос другой. Выбор его, доза минимально эффективная, ну и минимальный курс лечения. Но и при этом не надо забывать, что параллельно идет коморбидность, а коморбидность сопряжена прежде всего с кардиоскулярными событиями, которые нужно лечить. И обязательно два месяца проходят, пятое, финальное обращение нашей пациентки, опять к терапевту, назначает консультацию ревматолога, заодно выясняет, что больная уже была сама по себе у ревматолога в платной поликлинике. Ну вот вопрос хождения наших больных в платные учреждения, он такой сложный вопрос, потому что в платном учреждении сидит ревматолог, который не учился где-то в другом месте, он учился в этой же стране, и такой же сидит и в обычной поликлинике, только бесплатно. Может быть, он чуть-чуть иначе принимает больного, не так здоровается, как в платной, может быть, но суть-то не меняется. Ну, после консультации ревматолога ничего особенного не произошло. Ну, произвели некую коррекцию терапии, какие-то профены стали применять, структум назначили, местные мази добавили электролечение, ну и в итоге все равно ничего не помогает, вернулся к терапевту, и терапевт решает, что все-таки наступил тот исторический момент, когда нужно положить больного в стационар. Там люди умные, может быть, ему и помогут. И вот эти странствия завершились в стационаре. А в стационаре делают МРТ коленного сустава. И коленный сустав ни в чем не повинился. Он абсолютно нормальный, у него особых изменений и нет. Наверное, нужны подходы какие-то иные. Тогда мы вспоминаем о том, что у нас есть кардиоскулярная параллельно развивающаяся болезнь с атеросклерозом, со всеми проявлениями, со всеми нарушениями липидного обмена, которые происходят. Причем они происходят всюду. Они происходят всюду не только в наших сосудах, но и во всех местах, где имеется повреждение остеоартрозом. А дальше, то, чего уже сегодня стало абсолютно известно, любые факторы эндотелиальной дисфункции начинают вырабатывать или провоцируют выработку провоспалительных цитокинов, которые начинают вызывать апоптозы, крозы клеток и еще боли усугубляют не только процесс в суставах, но и общий коморбидный фон. Нельзя забывать о том, что атеросклероз, помимо всего, увеличивает субхондральную резорцию при остеоартрозе, что само по себе практически замыкает тот побочный круг, который возникает при всем при этом. Тогда можно обратиться к тем зарубежным исследованиям, которые уже одно время тому назад стали предлагать, что лечить больного с остеоартрозом нужно так же, как и больного с атеросклерозом. В данном случае есть эффект от применения статинов, статинов, антиагрегантов, ну и лечения ингибиторами ангитензиновой системы ренина, для того, чтобы каким-то образом поддержать кардиоваскулярные заболевания. Таким образом, к тому, что мы уже сказали, выбрать минимальную, но наиболее эффективную дозу НПВП с одной стороны, без побочных явлений с другой стороны, необходимо применять средства, влияющие на медиатор воспаления, в частности статины, ну и средства, влияющие на ангиогенез, о котором поговорится чуть позже. Итак, что мы имеем? Мы имеем вот такой непростой путь нашей пациентки. Пять обращений. Я думаю, каждый сидящий здесь таких больных имеет, которые приходили и не один раз со сменой декорации нестероидных противовоспалительных препаратов, с одной стороны, с другой стороны, с кардиоваскулярными проблемами, которые вынуждают бесконечно терапевта менять лекарства, с проблемами с головой и ментальностью, потому что всех достала боль, но не это определяет, а определяет то, что уменьшаются те структуры мозга, которые отвечают за эту ментальность. Да, и возникает проблема, как же дальше жить на этом белом свете? Наверное, нужно что-то применять. И вот 7 месяцев болевых ощущений, истощение всех резервов болевых рецепторов, изменение метаболизма, потому что это смена бесконечных НПВП, ничего хорошего к метаболизму этих препаратов и других не дает. Нарастание атрофии серовичества, формирование нейропатической и психогенной компоненты хронической боли и обострение, и развитие, и прогрессирование кардиоваскулярных заболеваний. Вот такой маленький портрет нашего пациента. Совершенно с другой позицией. Я надеюсь, что меня понимают терапевты, никто никогда не рассматривал подобного больного. И тогда, если все мы принимаем, тогда диагноз будет звучать совершенно иначе. Ну, я не могу согласиться с распространенным атеросклерозом. Сегодня мы в этом будем говорить завтра, послезавтра атеросклероз ставится, только если есть абсолютные подтверждения морфологические. Коронарография есть, можем писать коронарный атеросклероз, есть вмешательство в коленный сустав и определили наличие атеросклероза там в связках питающих, в сосудах питающей связки. Пожалуйста, тогда мы можем писать. Ну, суть ясна. Сосудистая кардиоваскулярная коморбидность с атеросклерозом, с гипертонией и с мультиартритом, с коморбидностью, ну и с бесконечными обострениями хронической боли. И все меньше и меньше количество времени остается на вот между обострениями. Все это время меньше, 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 и инвалидизация продолжается. Ну и, естественно, видоизмененная терапия. Акцент на кардиоваскулярную терапию, так как принято сегодня обязательно. И выбор гестероидного противовоспалительного препарата. Мы у этой больной применили Террафлекс Адванс. Ну, о нем, может быть, чуть-чуть позже будет сказано. В итоге, что мы имеем? Мы имеем огромное медико-санитарное, социальное значение остеоартроза. Больной 83 года. У нас будет следующее сегодня же симпозиум по боли. Мы с этого случая начнем в другом аспекте обсуждать боль. Итак, тяжелая женщина, тяжелая больная, с тяжелым сосудистым заболеванием, с инфарктом миокарда, который завершился не просто инфарктом, а инфарктом с тампонадой. Врачи наверняка знают, что тампонада и разрыв миокарда возникают только в одном случае. Если слишком долго что-то болит. В данном случае болела и грудь, и нога. И это кончилось не просто инфарктом, а с разрывом. И все это превратило, превратило в данном случае эту жизнь уже в невозможную. Поэтому мы сегодня говорим. Лечение остеоартроза, обезболивание при этом является не только способом повысить какую-то активность наших больных и улучшить их качество жизни. Сегодня за остеоартрозом лечением стоит более глобальная задача, жизненная задача продолжительности жизни. Потому что сегодняшняя коморбидность, которая с артрозом объединена в единую патогенетическую, теологическую, клиническую характеристику, невозможна. Эта жизнь когда-то закончится. И закончится печально. Поэтому, завершая свое выступление, я бы хотел сейчас сказать еще одну деталь. Вот почему-то так принято, что всегда, кто бы не обсуждал вопросы лечения боли, кто бы не обсуждал выбор нестероидных противовоспалительных препаратов, кто бы что не обсуждал, почему-то все думают, что терапевт в поликлинике это человек, который еще и смотрит больных. Да, желательно не стоя, не сидя, только из-за того, что кушетка занята документами. Да, и это человек, который не всегда пишет в разделе «История болезни» костно-мышечная патология, костно-мышечная система без патологии, даже туда не взглянув. Тогда вопрос, а как туда взглянуть? А как посмотреть? Куда нужно отвести коленку? Назад, вперед, сомкнуть ее, согнуть ее? Может быть, вообще есть какая-то методика? Давайте мы посмотрим из уст одного из наших ведущих ревматологов Ирина Степановна Дудыкиной. Вот что же должен уметь терапевт для смотра больного, а уж потом что с ним делать? Мои коллеги продолжат. Сейчас, подождите, аплодировать. Сейчас Ирина Степановна будет выступать. Да, спасибо большое, Аркадий Львович. Блестящая, как всегда, лекция. А сейчас, коллеги, мы с вами посмотрим короткий фильм о том, как нужно обследовать суставы. Пожалуйста. Поле суставы изменения суставов это наиболее частая причина обращения пациентов к врачу за помощью. Пациенты с суставным синдромом стоят в одном ряду по обращающейся с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями лорорганов, особенно в период сезонных инфекций. Чаще всего пациенты с болью в суставах обращаются к таким врачам, как терапевты, хирурги и травматологи-ортопеды. Причина боли может быть самая разнообразная. Это могут быть заболевания глаз, слюных желез, это могут быть заболевания органов грудной и брюшной полости, это могут быть заболевания эндокринной системы. Поэтому своевременная диагностика и оценка суставного синдрома определяет благополучие больных. Хорошо известно, что 50-70% правильно поставленного диагноза определяются правильно и грамотно собранными жалобами, анамнезом истории болезней и анамнезом жизни пациента. Следующим важным моментом является клинический осмотр, который определяет дальнейшую тактику ведения и объем дополнительных мероприятий по обследованию пациента. Обследование пациентов с заболеваниями суставов имеет свои особенности. Нас интересует в первую очередь способность пациента к передвижению, поэтому для нас очень важно знать и видеть, как пациент ходит вперед, назад, как он поворачивается. Следующий момент – это обследование пациента в положении вертикально, стоя и в положении лёжа. Осмотр пациента начинается с анализа того, как пациент вошёл в кабинет. Очень важно не оформлять медицинские документы, не делать записи, а внимательно следить за тем, как пациент передвигается по кабинету, как он присаживается, нуждается или не нуждается в посторонней помощи, как держат медицинские документы в руке под мышкой. Уже на этом этапе можно сделать предварительное заключение о том, какие суставы вовлечены в патологический процесс. Клинический осмотр пациента страдающего боли в суставах мы начинаем с осмотра суставов кистей. Нас интересует в первую очередь состояние кожи, наличие отсутствия участков гиперемии, кожная температура над областью суставов. Нас интересует наличие отсутствия псориатических бляшек, локализация подкожных узелков. Если узелки локализуются в области дистальных фаланг, это свидетельствует в первую очередь скорее всего о наличии такого заболевания как остеоартроз. Изменения в области проксимальных фаланг и в области пясно-фаланговых суставов наиболее характерны для псориатического артрита и ревматоидного артрита. Очень важной составной частью оценки сустава кисти является оценка межкостных мышц, потому что при длительном болевом синдроме, при хроническом болевом синдроме отмечается уменьшение функций и выпадение этих мышц из работы. очень важно оценить наличие отсутствия деформаций, дефигураций, оценка положительного сжатия свидетельствует о боли в пясно-фаланговых суставах. Нам нужно знать, насколько полные и активные движения лучезапясных суставов отсутствуют или имеются признаки фиброзы сухожилий сгибателей, насколько полно пациентка может сжать руку в кулак и не испытывает ли при этом затруднений. Следующее, что нас интересует, это область предплечья. Оцениваем состояние кожи, мышц, области локтевого сустава, наличие отсутствия гиперемии в области медиального и латерального мышелков. Нас интересует функция сустава, сгибание и разгибание, отсутствие или наличие сгибательной контрактуры и, соответственно, функция сустава, такая как пронация, супинация. Изменение функции плечевых суставов также осматривается в положении стоя. Пациенту предлагается выполнить движение разведения рук в стороны с подъемом вверх. По тому, насколько справляется или не справляется пациент с этой задачей, оценивается вовлеченность в патологический процесс плечевых суставов. Наиболее часто плечевые суставы поражаются при остеоартрозе, при плечолопаточном периартрите. Проксимальная группа мышц плечевого пояса бывает задействована у пациентов с ревматической полемиологией. Это в основном пациенты пожилого возраста. Осмотр изменений суставов нижних конечностей осуществляется в положении лёжа. В первую очередь необходимо определить длину обеих конечностей для того, чтобы исключить патологию в тазобедренном суставе, укорочение ноги из-за патологии в тазобедренном суставе или в коленном суставе. Следующее, на что необходимо обратить внимание, это на изменения в области первого пальца, которые наиболее характерны для пациентов, страдающих подагрическим артритом и остеоартрозом, так называемый холюкс вальгус. Второй, третий, четвёртый палец, сосискообразные пальцы, наиболее часто встречаются эти изменения у пациентов, страдающих заболеваниями из группы серонегативных спондилоартропатий, такие как реактивный артрит, псориатический артрит и другие. Область голеностопного сустава чрезвычайно важна при оценке артроза в голеностопных суставах. Мы обращаем внимание на наличие гиперемии, припухлости, нарушение функции. Обязательно необходимо попросить пациента сделать движение в голеностопном суставе, это движение вперёд-назад и ротация, это сгибание, разгибание в области суставов стоп. Таким образом, мы можем оценить, есть или нет воспаление, есть или нет болевой синдром. Исследование коленного сустава осуществляется с помощью обеих рук. В области нижней трети бедра фиксируется нога и второй рукой мы определяем баллотирование надколенника. Таким образом, оценивается наличие синовита, эксудата в полости сустава, медиальная область сустава и наличие боли в этой области оценивается с помощью пальпации, находятся болезненные точки в местах прикрепления сухожилий к мышелкам большеберцовой и бедренной костей. Очень важным является оценка функции коленного сустава при сгибании и разгибании, наличие или отсутствие сгибательной контрактуры. Совершенно очевидно, что у данной пациентки разгибания не полностью и имеются начальные признаки сгибательной контрактуры правого коленного сустава. Внешние изменения, такие как припохлость в области тазобедренных суставов, как правило, отсутствуют, поэтому нас интересует исключительно функция сустава, ограничение движений, возможность выполнения движений во всех плоскостях. Для этого мы просим поднять пациента ногу вверх-вниз, согнуть в области коленного сустава и самостоятельно, а также с нашей помощью осуществить ротационные движения, движения отведения и приведения в тазобедренном суставе. По наличию болезненности и ограничений движений мы можем судить о вовлечении в патологический процесс тазобедренного сустава. По результатам клинического осмотра пациента с болью в суставах нужно определить объем дополнительных и обязательных обследований. В круг обязательных обследований входит общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови с определением цириактивного белка, а также рентген коленных суставов и ультразвуковое исследование коленных суставов, которое необходимо для данной пациентки. У данной пациентки имеются признаки синовита и начальное проявление сгибательной контрактуры правого коленного сустава, что наиболее характерно для гонартроза. у каждого у вас представлен в диске. Мы подготовили для каждого, кто сегодня к нам пришел, и мы надеемся, что это поможет всем в практической работе. Разрешите представить слово руководителю отдела метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза научно-исследовательского института ревматологии. Нашего вдохновителя, лидера в этой проблеме, человек, которого знает не только наша страна, но, безусловно, весь мир, и чье мнение в мире интересно, Людмила Ивановна Алексеева. Спасибо большое. Итак, коллеги, сегодня мы... Вы включите, дай презентацию. Вы прослушали блестящую лекцию Аркадия Львовича и поняли, что больной остеоартрозом представляет из себя часто загадку, его трудно лечить. И вот этот интерес со стороны интернистов, терапевтов, врачей первичного звена к этой проблеме чрезвычайно важен, потому что, как я уже говорила в своем начале, все мы имеем дело с этими больными и все мы, так сказать, пытаемся их как-то лечить. Ну, что там? Дело в том, что вот как бы этот интерес не только к суставу, а к самому больному, он, безусловно, не ослован, потому что вот сочетание всех нозологий, особенно синдром боли, ведь хорошо известно, что интенсивная боль в суставе является не только фактором прогрессии остеоартроза, но определяет вот этот круг соматической патологии, о которых так блестяще рассказал Аркадий Львович. И действительно, если к нам приходит пациент, да, спасибо, пациент с остеоартрозом, а, собственно, какой синдром, какой симптом приводит этого больного к врачу, безусловно, это боль. Если мы берем рентгенограммы всех больных, да, и смотрим больных старше 70 лет, практически у 80% лиц мы видим рентгенологические признаки артроза. Но это не тот артроз, которым мы с вами занимаемся. Мы имеем дело только с манифестным остеоартрозом, именно с тем артрозом, который болит. И вот, говоря об этом заболевании, я хочу подчеркнуть, что наше представление о нем совершенно в корне поменялось. Теперь мы не говорим уже, что артроз это болезнь изнашивания сустава, что это дегенеративное поражение суставов, это все уже ушло в прошлое. Остеоартроз, скорее всего, это метаболическое страдание. И посмотрите, в связи с изучением патогенетических механизмов изменилось в корне наше представление об этой патологии. Если в 1995 году была создана группа под руководством профессора Кутнера, которая занималась вообще разработкой проблем остеоартроза, она дала определение этой нозологии. И уже тогда мы говорили о том, что артроз это не одна болезнь, а это гетерогенное состояние и это гетерогенная группа заболеваний, которая имеет различные этиологические причины, но одинаковый исход, клинические проявления и так далее. И уже тогда подчеркивалось, что это не только болезнь хряща, а болезнь всего сустава, поскольку в процесс увлекаются не только хрящ, но подлежащие субхондралии кость, связочный аппарат, капсулы суставов, синвярная оболочка и околосуставные мышцы. И уже тогда мы говорили, что это органное состояние. Посмотрите, что произошло в 2012 году. В связи с тем, что существует гипотеза относительно участия про- и антивоспалительных цитокинов, которые контролируют абсолютно все процессы, патогенетические происходящие в суставе, как теперь звучит формулировка этого болезни. Остеоартроз – это заболевание суставов, которое характеризуется прежде всего клеточным стрессом и деградацией экстрацеллюлярного матрикса, которые могут возникать при различных макро- или микроповреждениях. И при этом активируются ненормальные адаптивные восстановительные ответы, включая, это впервые звучит в определении, провоспалительные пути иммунной системы, костное ремоделирование, потому что субхондральной кости придается сейчас особое внимание, и образование остеофитов. До последнего времени мы считали, что остеофиты это просто процесс разрастания кости, оказалось, что даже вот этот процесс находится под строгой регуляцией определенных цитокинов. И говоря вот об остеоартрозе, посмотрите, в нашей МКБ-10 мы называем эту болезнь остеоартрозом, вся англоязычная литература называет эту болезнь остеоартритом. Почему? Да потому что воспаление выходит на первый план, в патогенезе этого страдания, и роднит эта болезнь с ревматоидным артритом, с другими воспалительными артритами, но, конечно, степень воспаления при этой нозологии, она выражена меньше. И в связи с тем, что артроз разный, делаются попытки выделить определенные фенотипы этого заболевания. Для чего это нужно? Потому что, когда мы собираем группу больных, проводим какие-то лечебные мероприятия, получаем какие-то результаты, они часто бывают противоречивыми. И я скажу дальше, как вырабатываются рекомендации, к чему это приводит. А, скорее всего, это связано с тем, что сам по себе процесс чрезвычайно гетерогенный. Согласитесь, что посттравматический, метаболический, возрастной остеоартроз, микрокристаллический артроз – это, казалось бы, одинаковые болезни, но и теология, и течение их болезней разное. Поэтому остеоартроз или остеоартрит, при котором происходит системное освобождение провоспалительных медиаторов, это метаболическое страдание, а вот это системное освобождение провоспалительных медиаторов касается и других заболеваний. И поэтому становится отчасти понятно, почему больной с остеоартрозом имеет круг другой сопутствующей патологии. Говоря о лечении остеоартроза, начиная с 1995 года, периодически издаются рекомендации по лечению остеоартроза. Они издавались американским колледжам ревматологам, европейским, наши есть рекомендации, общество травматологов давали такие рекомендации. Но если мы посмотрим внимательно на эти рекомендации, а это анализ всех рекомендаций сделан только в этом году, 2014 год, то если внимательно посмотреть на все эти рекомендации, то мы видим четкое противоречие. Одни авторы советуют какие-то препараты, другие авторы отрицают эти препараты и так далее. Дело в том, что все рекомендации, вы читаете литературу и знаете, что они происходят на основе анализа всех статей, всех работ, которые доступны в интернете. Работы одни, а рекомендации разные. Почему это происходит? Скорее всего, это происходит или отчасти это связано с тем, что сама по себе нозология, она чрезвычайно гетерогенна. И действительно, вот эффективность фармакотерапии отражает как раз гетерогенность этого состояния, этой болезни. Имеет значение фенотип заболевания, локализация поражения суставов, потому что, согласитесь, например, локтевой сустав и коленный сустав, это две разные нозологии. Имеет значение локальный или сессивный остеоартроз, имеет значение структурный субтип остеоартроза, что под этим подразумевается. Дело в том, что в настоящее время полагают, что само-то по себе заболевание начинается не с хряща, а с подлежащей субхондральной кости. И имеет огромное значение плотность, минеральная плотность субхондральной кости. Описано как бы два фенотипа остеоартроза, так называемый гипертрофический, который имеет нормальную минеральную плотность или слегка повышенный. Это бурный остеоартроз, сужение уставных щелей, разрастание остеофитов и так называемый гипотрофический остеоартроз, когда он идет на фоне остеопенического синдрома или на фоне остеопороза. Там мы не видим бурного роста остеофитов, но тем не менее это тот же самый остеоартроз. Имеет значение фенотип боли. Аркадий Львович прекрасно рассказал о том, что больная ходит семь месяцев, она приходит с периодичностью к врачу, назначаются препараты, а боль остается. Почему это происходит? Это происходит не только потому, что ее неправильно лечили, а потому, что боль при остеоартрозе такая же гетерогенная, как сама заболевание. Недавно законченное наше исследование в институте показало, что неэффективность нестероидных противоуспалительных препаратов отмечается приблизительно у 30% больных. Почему это происходит? Да потому, что эти больные при наличии хронической боли, а это уже не симптом, это синдромальное состояние, имеет элементы нейропатической боли. И они не поддаются терапии нестероидными противоуспалительными препаратами и анальгетиками, а требуют назначения других групп лекарственных средств. Это тоже чрезвычайно важно. Конечно, имеет значение коморбидность, ожирение. Все вы прекрасно знаете, что жировая ткань это, так сказать, активный эндокринный орган. Жировая ткань продуцирует адипоцитокины, и последние данные показывают, что интересного. Например, у тучных больных инфрапатулярная жировая ткань продуцирует эти адипоцитокины непосредственно в полость сустава, усиливает, так сказать, процессы прогрессирования заболевания. Безусловно, имеет значение структурная или симптоматическая стадия. Например, на ранних стадиях остеоартроза в субхандральной кости повышена резорпция, и идут процессы, напоминающие нам процессы, происходящие при остеопорозе. Вот почему делаются попытки назначения антиоступоретических препаратов при этой нозологии. Имеет значение интенсивность боли, это мы уже обсуждали, рентгелогическая стадия, наличие воспаления, синовит, и наличие отека костного мозга, который определяется при МРТ-исследовании. Ну и, безусловно, индивидуальные факторы, помимо пола, расы, психосоциальные факторы, тоже имеют значение в подходе к лечению больного. И, конечно, создание фенотипической классификации остеоартроза, о которой говорил уже Аркадий Львович, это определенный шаг вперед. Делается попытка индивидуализировать терапию. Действительно, разделили артроз на четыре большие группы, моноартроз и, так сказать, генерализованный артроз, наличие или отсутствие коморбидности, и предложили такие рекомендации. Это американское общество ОРСИ, американское общество по изучению остеоартроза. Что здесь позитивного? Опять я повторяю, что это попытка индивидуализировать терапию больных остеоартрозом. Конечно, существуют обязательные лечебные методы, которые подходят абсолютно всем больным. ЛФК, самоуправление, образование и снижение веса. Кому-нибудь удавалось заставить больного остеоартрозом потерять вес? Чрезвычайно трудная задача. Недавно мы закончили одно исследование в институте, где одна группа тучных женщин получала диетические рекомендации и ЛФК под контролем эндокринолога. Вторая группа помимо этих манипуляций получала ксеникал в течение шести месяцев. Как вы думаете, насколько похудела первая группа в среднем за шесть месяцев наблюдения? Ну, на полтора килограмма. Вторая группа, те больные, которые получали ксеникал, сбросили вес на десять килограмм. А хорошо известно, что снижение веса влияет на улучшение симптоматики только в том случае, если больную теряет десять процентов от первоначального веса. Поэтому, если тучная женщина начинает худеть, мучается шесть месяцев и худеет на пять килограмм, то можно даже не стараться. Нужно врачу знать, нужно до больного донести это. Но еще раз повторяю, что это чрезвычайно сложная задача. Теперь посмотрите рекомендуемые лечебные мероприятия, которые подходят вот для этих типов. Не будем все анализировать, возьмем только вот эту часть. Генерализованный остеоартроз с коморбидностью, даже если высокая коморбидность. Что они рекомендуют? Внутрисуставные стероиды куда? Генерализованный остеоартроз, наличие сахарного диабета второго типа, наличие артериальной гипертонии и так далее. К сожалению, это первая попытка индивидуализировать терапию, она имеет свои позитивные стороны, но эти рекомендации вызывают больше вопросов, чем дают ответов. селективные НПВП кому? А если у больного сахарный диабет уже поражение почек? Мы не можем давать, поэтому все эти рекомендации безусловно требуют доработки. Но вот относительно этих рекомендаций по группе так называемых в кавычках хондропротекторов, здесь рекомендации еще более неопределенные. Они разделили эти рекомендации по влиянию этих препаратов на боль, на болевой синдром и на прогрессирование болезни. И что пишут американцы? По влиянию на боль неопределенные рекомендации, то есть на ваше усмотрение вы должны обсуждать с больным и принимать сами решения. Вместе с тем коэффициент влияния на боль, например, для хондроитинсульфата по данным метаанализов достигает 0,75, а это высокий уровень противоболевой активности. А вот что касается модификации, то они вообще не рекомендуют и говорят, эти препараты не действуют. Почему это происходит? Потому что американцы делают свои рекомендации, основываясь только исключительно на своих работах. А вы помните это полуторагодичное исследование Гейт, которое дало отрицательные результаты по влиянию этих препаратов на прогрессирование артроза, хотя европейские работы удивительно точно доказывают влияние этих препаратов на прогрессирование болезни. То же самое происходит с глюкозамином. Ну и наконец, вот принципы доказательной медицины в свое время, они сыграли позитивную роль, они заставили нас принимать какие-то верные решения, оценивать те работы, которые мы встречаем. но не надо забывать, что все-таки принципы доказательной медицины это чисто такой механистический подход. Когда собираются группы экспертов, обсуждают данные различных авторов, идет просто голосование, кто за, кто против, и под этим нет практики. По виду, эти же вопросы волнуют врачей и в других странах. И вот наконец в июле этого года группа экспертов, которые состояли уже не из биостатистиков только, а из клиницистов, из научных работников, из одного эпидемиолога собрались. И здесь были представлены врачи из разных стран. Это были американцы, канадцы, европейцы и так далее. И они создали вот такие, что ли, это даже не рекомендации, это принципы лечения остеоартроза пока для коленных суставов, для реальной клинической практики. Что они рекомендуют? Конечно, как и все рекомендации, они подчеркивают, что для лечения больных остеоартрозом нужна комбинация нефармакологических методов, я ставлю это на первое место, и, так сказать, фармакологических методов. Конечно, вы видите, все то же самое образование, снижение веса, лечебная физкультура, потому что эти, так сказать, методы, они тоже уже имеют определенный вес, определенные доказательства. Но вот обратите внимание, что в корне поменялось. Шаг 1. Это основное лечение. Если вы имеете больного с болью, с остеоартрозом, вы должны при слабой и умеренной боли можно начинать лечение с парацетамолом на регулярной основе или назначать вот все препараты из группы так называемых хондропротекторов. Почему? Потому что все-таки по данным различных авторов все эти препараты имеют выраженный анальгетический противовоспалительный эффект и самое-то главное они обладают высокой безопасностью. Поэтому они выходят сейчас на первое место. И посмотрите, что поменялось. Рекомендации физиотерапевта. Либо вы сами, либо вы подключаете физиотерапевта, потому что совсем недавно мы говорили, что физиотерапевтические методы, да, мы в реальной клинической практике видим определенные сдвиги, видим позитивные моменты при лечении таких больных, но у нас нет доказательной базы для того, чтобы рекомендовать с научной точки зрения. Оказалось, что рекомендации физиотерапевта сейчас допустимы, они нужны. С чего он должен начинать? С нормализации биомеханики. А это стельки, это надколенники и так далее. И при наличии боли различные термальные методы, мануальной терапии, фиксация надколенника и, так сказать, черезкожная нервная стимуляция. Если все еще боль остается, вы можете добавлять локальный НПВП или капсаицин. Теперь шаг два. Значит, ни для кого не секрет, что чаще, часто наши больные предпочитают парацетамолу, нестероидный противовоспалительный препарат. Есть даже несколько таких обзоров, которые не только показывают предпочтение больного, но и, так сказать, выбор этих пациентов. Но здесь предлагается все-таки, если боль сильная, безусловно, вы начинаете с НПВП, если боль слабая, с парацетамолом. Только нужно помнить о чем, что рекомендации по применению парацетамола тоже поменялись. Если мы раньше говорили 4 грамма в сутки, то сейчас безопасная доза 3 грамма в сутки, разовая доза 375 миллиграмм, и нужно учитывать еще особенности нашей популяции, потому что наша популяция, к сожалению, пьющая. Люди, которые употребляют алкоголь, не должны превышать дозу в 2 грамма парацетамола в сутки. Теперь, что происходит с НПВП? Если боль все еще есть или боль усилилась, мы можем рекомендовать уже не только интермитирующий курс лечения, но и постоянные длительные курсы приема НПВП. Это уже изменения по сравнению с европейскими рекомендациями, потому что мы говорили, что нужно давать минимальной дозе эффективно и максимально короткие сроки. Оказалось, что такой прием часто вызывает повторное обострение болезни и участие больных мы можем рекомендовать НПВП длительными курсами, но с учетом тех нежелательных явлений, которые вызывают НПВП. Это прежде всего со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны сердечно-сосудистой системы и со стороны поражения почек. И если все еще боль после этого сохраняется, вы можете назначать внутрисуставное лечение. При наличии синавита вы назначаете кортикостероиды, если сустав сухой и боль есть, большой спектр есть препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Ну и все сделали, ничего не помогает. Посмотрите, как драматично звучит последние фармакологические попытки. Короткие курсы слабых опиоидов. Мы с вами имеем это? Нет, у нас в стране этого нет. Но выходит долоксетин. долоксетин это антидепрессант, но используется он, конечно, в этом случае не как антидепрессант, а как препарат в небольших дозах, влияющий на антиноцептивную систему. Он нормализует нисходящую модуляцию и в связи с этим обладает выраженным аналогетическим эффектом. Есть данные по, так сказать, хорошему эффекту применения его у больных как раз остеоартроза. Ну и шаг четвертый, когда боль торпидная, когда мы с ней не справляемся, боль очень интенсивная, плохое качество жизни, мы уже обращаемся к хирургам, производим либо эндопротезирование тотальное, либо сейчас разработано эндопротезирование отдельных частей сустава, а если есть противоказание к операции, они рекомендуют опиоидные анальгетики. Что мы с нашими больными будем делать? Я не знаю, у нас ничего в арсенале нет, поэтому здесь вопрос сложный. Ну и несколько слов о симптоматических препаратах замедленного действия. Все вы знаете, что есть монопрепараты, есть комбинированные препараты, что появилось нового в последние годы, доказательства структурно модифицирующего действия этих препаратов. Вот это исследование Кавана, который лечил на протяжении двух лет больных остеоартрозом хондроитинсульфат по сравнению с плацебо. Через четыре года посмотрели этих больных. Оказалось, что те, кто получал плацебо, каждый пятый подвергся эндопротезированию. Те, кто получал хондроитинсульфат, только в 7,2% случаев. Это прямое доказательство влияния на прогрессию болезни. То же самое происходит с глюкозоамином. Посмотрите, вот данные Рейнджестера, там была большая популяция, три года получали больные глюкозаминсульфат по сравнению с плацебо, через 9 лет их посмотрели. Оказалось, что на плацебо существенно больше эндопротезирования случилось по сравнению с больными, которые получали глюкозаминсульфат. И возник вопрос, не является ли комбинацией преимущественно для лечения таких больных и описаны определенные эффекты аддитивные глюкозаминсульфата и хондроитинсульфата. И, так сказать, есть некоторые экспериментальные данные по эффективности такой комбинации. То есть, вроде бы, рассчитывали на аддитивное действие этих двух групп препаратов. Что интересно, что вот в этом пресловутом исследовании Гейта, о котором я упоминала, только комбинация глюкозамин, гидроклорида и хондроитинсульфата оказалась противоболевое действие выше плацебо. И, что интересно, что хондроитинсульфат уменьшал явление синовита. А вот эти три последних совсем работы. Значит, вот эта работа, которая пришла из Австралии, и больные были разделены вот на эти группы, монокомбинация терапии. Через два года оказалось, что комбинация глюкозамин, гидроклорида и хондроитинсульфата достоверно замедляла сужение суставной щели, а следовательно, прогрессирование болезни. Вот эти данные пришли к нам из Канады, где, так сказать, объективно оценили лечение такой комбинации не только по сужению суставной щели, потому что это очень длительный процесс, это надо не меньше двух лет и так далее. Они с помощью МРТ смотрели объем суставного хряща. Оказалось, что если больной получает комбинацию хондроитинсульфата и глюкозамина, через 24 месяца меньшая потеря объема хряща по сравнению с теми пациентами, которые не получали такую работу. А вот это очень интересная работа, которая еще раз подчеркивает анальгетическое и противовоспалительное действие препарата. Это работа Хокберга из Америки, которой две группы больных, одни получали комбинацию хондроитинсульфата и глюкозамин гидрохлорита, а вторые больные получали целикоксиб, противовоспалительный и селективный НПВП в течение 6 месяцев. И оказалось, что через 6 месяцев продемонстрирована одинаковая эффективность комбинации целикоксиба по влиянию и на боли, и на функцию сустава, и на скованность, при этом отмечена равная безопасность. Мы тоже имеем с вами комбинированные препараты, в частности комбинацию глюкозамина, гидрохлорита и, так сказать, хондроитинсульфата препарат Терафлекс. Это наше исследование, когда мы сравнили интермитирующий курс Терафлекса и постоянный прием, и доказали, что обе схемы лечения имеют одинаковую эффективность, и вы видите, что через 9 месяцев наблюдения почти 35% больных полностью отказались от приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Почему больные получают одновременно с Терафлексом НПВП? Потому что все препараты, так называемые хондропротекторы, они медленно действующие. Когда вы начинаете лечение таких больных, эффект вы должны ожидать не раньше, чем через 8-12 недель от начала терапии. Врач должен знать, больному нужно доказать, что он должен дождаться этого эффекта. И дело в том, что вот этот период времени у человека болит, вы не можете его оставить, так сказать, без обезболивающей терапии, вы назначаете сопутствующие НПВП. Когда Терафлекс начинает действовать, потихоньку вы дозу НПВП снижаете до полной отмены. Вот здесь вы видите, что почти 35% больных полностью отказались от приема этого препарата. Есть другая, так сказать, комбинация, есть, так сказать, Терафлекс Адванс, который сочетает в себе Терафлекс и Ибупрофен. И вы слышали из выступления Аркадия Львовича, что, так сказать, меньше всего он влияет, например, на гипертоническую болезнь. Поэтому вначале вы можете начинать в течение 3-4 недель применять этот препарат с переходом, затем Терафлекс Адванс. Ну и последние два слайда. О чем я хочу сказать, что, безусловно, взгляд на остеоартрит поменялся. Что мы ожидаем от изучения этой проблемы в будущем? Прежде всего, улучшение технологии идентификации больных, выделение тех самых феносимов, чьи попытки сделаны в последней классификации, выделение предикторов риска развития, скрининг фенотипов больных с высоким риском, ну и, конечно, таргетное лечение, как при многих сейчас, так сказать, соматических патологиях. Ну и вы видите перспективы терапии остеоартроза, они чрезвычайно обширны, здесь и анти, так сказать, остеопоритические препараты, ингибиция различных молекул, и, так сказать, полностью моноклональные человеческие антитела, и, так сказать, стромальные клетки. И я думаю, что все это вместе с интернистами, вместе с хирургами, вместе с неврологами позволит нам победить это тяжелое страдание. Спасибо за внимание. Спасибо большое. и последнее сообщение профессор Наумов Антон Вячеславович, профессор кафедры терапии и клинической фармакологии скорой медицинской помощи Университета Московского государственного медика стоматологического имени Александра Ивановича Евдокимова. Вы готовы? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за внимание. И мы достаточно быстро проговорим, что же на амбулаторном приеме в терапевтической на что надо обратить внимание. Но позвольте начать с другого. Мы опять же при поддержке компании Bayer сделали на таком известном сайте доктор на работе группу по лечению остеоартроза. Там уже практически 35 тысяч участников. И мы все время обсуждаем мнение докторов. Как они относятся к этой лекарственной терапии. Правильно, неправильно, делятся опытом. И мы вас всех тоже приглашаем в эту группу. Также позвольте представить, что все наши работы и книги, которые связаны с остеоартрозом, представлены на нашем сайте. Это сайт нашей кафедры, нашего общества. Главляет Аркадий Львович. И также мы вас приглашаем на канал на ютубе, он с моим именем. Здесь есть лекции, но самым главным является то, что мы собрали 10 ведущих опинин лидеров нашей страны в проблеме остеоартроза и с каждым из них записали передачи, поговорив, обсудив проблему остеоартроза, вы все можете прийти сюда и посмотреть наше мнение в таком режиме лайф. Безусловно, проблема остеоартроза она актуальна. И вы знаете, нам даже не надо показывать сегодня никакие слайды актуальности, а достаточно посмотреть на то, сколько врачей сегодня в зале. Значит, это действительно клиническая проблема, клиническая проблема, с которой пока мы еще не очень хорошо справляемся, но у нас достаточно большие перспективы. С чего начинать, это первый вопрос. Рина Сцепан очень детально рассказала, с чего начинать осмотр, а я бы хотел вот так же, задавая какие-то клинические вопросы, посмотреть, что же должен терапевт. Итак, с чего начать? А начать надо, безусловно, то, чему посвятил Аркадий Львович свое выступление, это с коморбидности. И нужно четко понимать, если у пациента глюкоза крови 8, какие бы прекрасные лекарственные препараты, даже в будущем, когда у нас будет таргетная терапия остеоартроза, когда-то же она появится, если сахар 8 или артериальное давление 200 или холестерин 8, то все наши врачебные интервенции в отношении болевых ощущений будут сведены к нулю и никаких врачебных интервенций в принципе можно уже не делать. Таким образом, перед тем, как больной начнет жаловаться на боли в суставах, мы точно и убеждены должны что у него коморбидные состояния приведены к целевым значениям все уровни показателей и недостабилизации соматической патологии. Дальше для нас два клинических вопроса. Это хронический болевой синдром и это функциональное ограничение движения, ограничение активности наших пациентов. Безусловно, планируя лекарственную терапию, мы в первую очередь обсуждаем коморбидность. Эта коморбидность, я буду напоминать о ней практически на каждом слайде. Подчеркиваю, потому что при отсутствии целевых значений характеристик коморбидных состояний все усилия по лечению остеоартроза равны нулю. В нашей стране полностью отсутствует такая сфера лечения остеоартроза. Ну, занимаются, конечно, электрофорезами и прочим, но это не имеет отношения, я покажу тоже мнение экспертов международных по поводу этого. Но нет немедикаментозного лечения. Совершенно наши польные не занимаются лечебной физкультурой. В Японии, я вот видел там картинки, да, различные из Японии, огромный зал, 200 человек с остеоартрозом, около каждого пациента стоит инструктор и полдня пациент лечит свой остеоартроз упражнениями. Это, безусловно, важно. И третий аспект, когда мы лечим хроническую боль. Сегодня много уже об этом разговоров, но, тем не менее, не забывать о том амбулаторном приеме. НПВП, особенно при хронической боли, это не все лекарственные препараты, которые нужно назначить больному, длительно испытывающий хроническую боль. Бесспорно, в первую очередь, обсуждая выбор лекарственных препаратов, мы исходим из высоких кардиоскулярных рисков. Почему? Потому что, безусловно, хроническая боль, рецидив боли будет дестабилизировать течение кардиоскулярных заболеваний, может привести к возникновению кризов, острого коронарного синдрома и потенциально летального исхода. Безусловно, потому что группа нестероидных противовоспалительных препаратов имеет класс специфический побочный эффект в отношении сердечно-сосудистой системы, потому что наши больные никогда не выполняют все рекомендации, которые мы даем от А до Я, а не выполняют, потому что мы плохо объясняем, почему это надо. Ну, естественно, поликлиника реабилитации. Я прошу прощения, кое-что уже говорил Аркадий Львович, я буду поэтому пропускать. Почему нельзя игнорировать коморбидность? Потому что мы понимаем, что высокий уровень холестерина у пациентов это всегда холестерин или протеиды низкой плотности в синавиальной оболочке. И какие бы лекарственные препараты мы не назначали пациенту для того, чтобы снизить в общем-то деградацию хряща или приостановить что-то физическими упражнениями. Если мы не контролируем холестерин, то липопротеиды низкой плотности всегда в синавиальной оболочке будут вызывать синтез деструктивных и провоспалительных медиаторов. Безусловно низкая приверженность и вот сама коморбидность это в первую очередь потому, что 60% не только в нашей стране во всем мире 60% пациентов ежедневно испытывают боль. Это потому, что нестероидные противовоспалительные препараты блокируют синтез лекатриенов, блокируют синтез эндогенных опиоидов, истощают антиноцептивную систему защиты от боли у пациента. Ну и безусловно кардиоваскулярные все риски и те аспекты, которые нам приходится исправлять в коморбидной патологии. И мы знаем, что назначая любой НПВП нам придется мониторировать артериальное давление и изменять, модифицировать гипотензивную терапию, но при этом зная о наличии артериальной гипертензии мы должны уже из больших исследований и наблюдений делать выводы для своей клинической практики, понимая, что например аэробобруфен реже всех требует изменения гипотензивной терапии, очевидно это НПВП, который для больных с кардиоваскулярной патологией будет препаратом выбора. Это безусловно не медикаментозное лечение боли, включая новые методы с виртуальной реальности. Конечно, поскольку мы не можем избежать назначения стероидных противовоспалительных препаратов, то мы хотя бы назначая их пациенту с болью должны все время думать о снижении кардиоваскулярного риска, в том числе составной частью которого является снижение потребности нестероидных противовоспалительных препаратов. Естественно, в этом алгоритме мы видим для себя выход, это подбор и назначение одевантных средств пациенту, которые бы тоже обландали каким-то эффектом в отношении болезни. Уже достаточно детально обсудили проблему, но подчеркнем еще раз, что выполнить эти рекомендации к сожалению с хорошей грамотной точки зрения невозможно. Селективный НПВП мы не будем назначать, причем посмотрите больному кардиоваскулярной патологии, причем обратите внимание, если мы смотрим уже на мнение экспертов, не то, что вошло в общую таблицу, а на мнение экспертов, то там, где есть мультиартрит с высоким риском коморбидности, не селективные НПВП эксперты международные не рекомендуют назначать. Безусловно, кардиотоксичность препаратов из-за того, что больше подавляется синтез простоциклина при циклоксигеназе-1 в отличие от тромбоксана, за который ответственен ЦОК-1, приводит к дисбалансу антитромбогенового и протромбогенового фактора, нарастает количество тромболитических осложнений. Опять же, хочется подчеркнуть, что оценивая кардиотоксичность на ПВП, есть два лидера, это на прооксена и бруфен, которые в меньшей степени, чем другие препараты, оказывают кардиотоксичность. Очень мне хочется подчеркнуть, что когда мы лечим болевой синдром, мы не должны с вами все время только зацикливать свое клиническое мышление на очаге повреждения. Здесь у нас есть стандартный набор, есть нестероидные противовоспалительные препараты. Но это препараты, верхний геноинженерный препарат к факту роста нерва пока еще не зарегистрировано, его нет, он теоретически, но и на ПВП и пластыре с лидокаином, который имеет патогенетическое обоснование действия, это еще не все. Мы четко должны знать, что мы можем работать с вами с воротами боли, там, где желатинозные субстанции, которые разделяют болевые импульсы, которые способны уменьшить количество импульсов, которые наш мозг реально осознает, различными, чем в остеоартрозе, конечно, биомеханическими интервенциями. Мы четко должны понимать, что если боль более 6 месяцев, это хроническая боль с обязательным нейропатическим компонентом, который, несомненно, будет требовать назначения при габолина и габапептина, который мы не можем тоже игнорировать в клинической практике. Ну, и безусловно, мы теперь обсуждаем и говорим о тех адъювантных препаратах, которые мы должны использовать. Что может ответить нашей главной клинической цели снизить потребность нестероидных противоспалительных препаратов? Наверное, та же идея, которая идет из проблем, связанных с артериальной гипертензией, где все движутся и хотят полипилюлю, которая бы объединила все, то и мы тоже в принципе в остеоартрозе хотели бы иметь лекарственный препарат, объединяющий что-то 2-3. Так вот, оказывается, что глюкозамин в комбинации с бруфеном способен снизить необходимую для обезболивания дозу, причем более чем в два раза нестероидных противовоспалительных препаратов. И для нас это уже аргумент, потому что мы достигнем главного, мы снизим кардиоваскулярный риск. Мы безусловно должны представлять, что у нас есть воспаление в суставе. Людмила Ивановна уже детально охарактеризовала, что это записано уже и в определении, что мы все это уже понимаем. Патогенез связан с реактивацией, системной реактивацией синтеза провоспалительных цитокинов. Безусловно, хочется начать с хондроитина и глюкозамина, потому что да, если на модификацию еще там европейские эксперты не очень согласны, но надо сказать, что симптомы метаболезни он управляет. Почему он управляет? Давайте посмотрим, что происходит в хряще. Да? Безусловно, это воспаление. Итак, хондроцит. Каждый хондроцит имеет рецепторы, которые активируются под воздействием разных веществ. Не обсуждаем. Они сообщают свой сигнал ядерному фактору транскрипции, который проникает в ядро клетки, соединяется с хромосомой и заставляет эту клетку синтезировать и цитокины, и металлопротеиназы, которые начинают разрушать, в общем-то, хрящевую ткань. И так, это клеточный патогенез сегодняшней проблемы. Вот так это примерно выглядит в клетке, и вот вживую, если отойти от анимации, рецептор к лептину, фиброноктину F, рецептор к интерлекину 1, активируясь на мембране, заставляет NF-капа-би проникнуть, это ядерный фактор транскрипции, проникнуть внутрь клетки. И он действительно имеет такую способность легко оказаться внутри ядра. Давайте теперь представим, что же делает хондроитин. Это очень важно. Приняв таблетку хондроитин сульфата, хондроитин способен проникнуть в хондроитин, синавиоцит, где он свяжет этот ядерный фактор транскрипции и не даст ядерному фактору транскрипции проникнуть в ядро хондроцита или синавиоцита, чтобы заставить эту клетку бороться. Посмотрите, как ядерный фактор транскрипции летает около ядра, и его измененная активность не разрешает под действием хондроитин сульфата, не разрешает ему попасть внутрь ядра. Таким образом, мы сегодня четко понимаем, что хондроитин сульфат и глюкозамин ни в коем случае не замещают хрящевую ткань, не являются там что-то восстанавливать. Они снижают активность медиаторов, что приводит к снижению синтеза провоспалительных и деструктивных агентов хрящевой ткани. Притом, как раз тот аспект, который рассказывал Аркадий Львович, когда холестерин, простите, холестерин и макрофаги в синавиальной оболочке поглощаются и синтезируются макрофагом, то мы тоже представляем, что назначая препараты хондроитина с глюкозамином, мы будем снижать активность химотаксиса и возможности макрофага синтезировать провоспалительные и деструктивные медиаторы. Мы все кружимся вокруг одних исследований. Другое представление исследования, которое Людмила Ивановна показала, что в принципе, принимая препараты хондроитин сульфат с глюкозамином, пациенты тоже теряют объем хрящевой ткани, но значительно, не незначительно, даже незначительно, мы видим, что здесь масштаб небольшой, но даже сокращение небольшого, небольшое сокращение потери объема хрящевой ткани приводит к значительному клиническому снижению потребности в эндопротезировании. Сегодня очень важный аспект, что обсуждая коморбидность, мы понимаем, что сам атеросклероз сам по себе, не говоря уже о воспалительном остеоартрите, способен увеличивать синтез факторов ангиогенеза. И это приводит к тому, что хрящ, который в норме не имеет никаких сосудов на фоне воспаления и высокой активности синтеза фактора проангиогенеза начинает прорастать сосудами. А что такое прорастание хряща сосудами? Это увеличение в хряще воспаления, потому что может быть увеличен хемотаксис. Соответственно, современное исследование демонстрирует, что хондроитин способен повышать синтез факторов антиангиогенеза, уменьшая сам ангиогенез, уменьшая воспаление в хрящевой ткани. Большой сегодня вопрос посвящен патогенетической субхондральной резорбции. Мы, безусловно, в прошлом году имели препарат, в этом году уже не имеем препарат, который способен влиять на субхондральную резорбцию, но оказывается, что профессор Польтьер уже достаточно давно показывал, что и хондроитин, и глюкозамин, а особенно в комбинации с витамином D, и именно комбинация, может уменьшать резорбтивную поверхность и влиять на субхондральную резорбцию. И действительно, клинически без НПВП не обойтись. Мы посмотрели три группы больных, два различных НПВП, и группа, где пациенты получали комбинированный препарат хондроитинсульфат с глюкозамином гидрохлоридом и нестероидный противовоспалительный препарат по потребности. Это постинфарктные больные, у которых и без того кардиоваскулярный риск достаточно высокий. Не буду останавливаться на эффективности по остеоартрозу. У Людмилы Ивановны много таких исследований. Я покажу важные клинические аспекты. Первое, сокращение сроков рецидива в боли. Так важно. Как раз таки пациент, который показывал Аркадий Львович, ее проблема была в нарастании длительности рецидивов и сокращении сроков ремиссии, отсутствия боли. Таким образом, назначение хондроитинсульфат с глюкозамином гидрохлоридом клинически демонстрирует сокращение сроков рецидива. Смотрите, к концу года пациент с небольшим дня имели, если возникал рецидив, имели боль. Мы увидели тоже незначительное сокращение потери объема хрящевой ткани. Но более важно, что мы увидели более стабильное течение соматической патологии, что в целом на 40 с лишним процентов снизило риск госпитализации по любому поводу пациентов. А повод у пациентов какой? Опять же, в случае у Аркадия Львовича нарастание боли и дестабилизация соматической патологии. Такие результаты не мы одни получаем. Это большое мировое исследование, демонстрирующее, что пациенты, которые получают хондроитинсульфат, глюкозамин или комбинацию, у них снижены показатели летальности. Они живут дольше, чем пациенты, которые эти препараты не получают. Я позволю себе за последние две минуты показать актуальность лечебной физкультуры для больных с остеоартрозом. Были две мышки, две группы мышек. Одни каждый день крутили колесо, а другие только на старте, на пятый день и на восьмой неделе. И мы видим, что мозг в конце восьмой недели по-разному отвечает на болевые ощущения. Те мышки, которые крутили только редко, вот три раза в своей жизни это колесо, у них было больше очагов болевой активности, чем у мышек, которые крутили, регулярно занимались нагрузкой. Почему это так? Потому что оказалось, что вот все то, что наши клетки синтезируют отрицательного, связано с целым набором тоже факторов транскрипции внутри клеток. А оказывается, что при физической, регулярной физической нагрузке вырабатывается метанкефалин, которому рецепторы имеются во всех клетках нашего организма. Этот метанкефалин способен заблокировать активность целого ряда ферментов транскрипции. Теперь мы представляем, что хондроитин, глюкозамин может то же самое. Таким образом, совмещение физической нагрузки и комбинации с хондроитином с глюкозамином нам позволит полностью подавить синтез провоспалительных и деструктивных медиаторов. И это тоже путь, чтобы снижать потребность нестероидных противовоспалительных препаратов и сокращать длительность их назначения. Что выбрать из нашего рынка? Монопрепараты или комбинированные препараты? Точно не БАД. Я последним слайдом покажу, почему не БАД. Людмила Ивановна тоже уже привела исследование профессора Хохберга, который инициировал в Америке вообще-то исключение хондроитина с глюкозамином из медикеа, из страховки, чтобы страховка не оплачивала, хондроитин с глюкозамином, демонстрирует нам в этом году исследование абсолютной сопоставимости эффективности селективных НПВП и комбинированных препаратов хондроитин сульфат с глюкозамином и гидрохлоридом как террафлекс. Очень важно, что комбинированные препараты в три раза более увеличивают синтез глюкозамином в креще в сравнении с монопрепаратами. Для нас это является еще бонусом в их противовоспалительной эффективности, безусловно. Но если совмещать с лечебной физкультурой, то еще мы будем и укреплять связки у этого пациента, потому что именно комбинированные препараты увеличивают синтез коллагена в связках. Не электростимуляция, не электрофорезы, не нейростимуляции, которые традиционно мы используем для реабилитации этих больных, в нашей жизни не годятся. Но то, что на дефиците витамина D сегодня огромное число наших пациентов, у которых есть летальность и у которых практически уже в полтора раза чаще остеортрус. Это важный клинический аспект, потому что тот самый ядерный фактор транскрипции содержит рецептор к витамину D. И, безусловно, мы должны назначать эти препараты, потому что если мы не будем восполнять дефицит витамина D у пациентов, то это в том числе еще одна дорога к увеличению прогрессирования коморбидности. Сегодня сказать, какой витамин D, что мы должны, очень трудно. Сегодня главной нашей задачей является не определение суточной дозы витамина D, сколько надо пациенту, а достижение концентрации витамина D в крови между 50-75 нанмоль на литр. И в этом здесь можно обсуждать достаточно много лекарственных препаратов. Нам главное достичь успешной комбинации. При том, что кальций, который мы последние два года отмечаем как лекарственный препарат, связанный с некоторым увеличением инфарктов миокарда, это совершенно не так. Тогда, когда мы учитываем и диету, и экзогенные кальции, и понимаем, что это у нас не более рекомендованных доз, то у нас никакой кальцификации сосудов не будет происходить. У нас наоборот течение атеросклероза будет регрессировать на фоне адекватного употребления кальция и витамина D. Таким образом, заканчивая сегодняшний спич в отношении амбулаторной практики и остеоартрита, мы, конечно, должны представлять, что если речь идет о рецидиве хронической боли, мы с первых дней будем назначать комбинацию хондритинсульфат с глюкозамин гидрохлоридом и понимая, что это кардиологически больной используйте бруфен или напроксен, ну и бруфен лучше, потому что у нас есть полипилюля, которая содержит все эти компоненты. При этом, если мы не видим эффективности в ближайшие дни начала лечения, а именно неделю, и понимая или же зная, что этот пациент страдает болью более 6 месяцев, у него хроническая боль, мы тут же должны назначать либо дилоксетин, либо пригабалин или габапептин. Это препараты, влияющие на нейропатическую боль. Безусловно, мы выписываем больного с рекомендациями и, простите, после рецидива боли отпускаем больного с рекомендациями назначения уже комбинации хондритинсульфат с глюкозамином без нестероидных противовоспалительных препаратов и адекватного употребления витамина D для коррекции его, для достижения целевых значений в крови. При этом, когда возникают единичные рецидивы боли у пациентов, особенно, если речь идет локализованно, например, о боли в коленных суставах или о боли в кистях, мы должны рекомендовать местные формы НПВП и пластыри с лидокаином, имеющие патогенетическое обоснование. Естественно, мы сегодня обсуждаем террафлекс адвансета комбинации хондритинсульфата глюкозамина и бруфена, террафлекс на длительный последующий прием и кальцимин как препарат кальция D3 для адекватного исполнения витамина D3. Каждый из вас в дозировке может посмотреть на обратной вот этой брошюрке, которую каждый из вас получил. Я хотел бы тоже обратить ваше внимание на нее. Во-первых, здесь три резюме краткой наших докладов, но главное, что вот на этой странице представлен алгоритм правильных действий в отношении остеоартроза на уровне поликлиники, когда нужен ревматолог, когда нужны обследования и какие. Это действительно имеет важное значение. И та пациент, которую я вот вам показал, вернее, я ее пролистнул вначале, чтобы сэкономить время, мы ей так и назначили. Мы сначала ее ввели на террафлекс адвансе, у нее снизился болевой синдром, террафлекс кальцимином это рекомендация на последующие. Почему не биологически активно и добавить? Каждый из вас может залезть в портфель, который вам дали на этом конгрессе, достать чудесный журнал iDoctor, открыть там лечение остеоартроза, статья есть, и увидеть потрясающее жаби-камень. Это вот, где это? Да, вот, жаби-камень. Вот, оказывается, как надо лечить остеоартроз. Дай Бог, мы так лечить его не будем. Напоминаю нашу группу и ждем комментарии по нашим всем трем выступлениям в нашей группе на сайте докторной работе. Спасибо. Спасибо.